Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 28 лет, скажите пожалуйста, как избавиться от страха измены мужчины. Как побороть недоверие, у меня ни разу за 6 лет не было отношений дольше 2 месяцев, я уже вся измучилась, начинается всё хорошо, через 3 недели я начинаю сильно ревновать мужчину. Появляется недоверие, начинаю тайком смотреть его истории бразера, сообщения, караулить в отъезда. В 50% случаев кто-то находил не факт измены, допустим, страница на сайте знакомых, знакомый, с которым он не прекратил общаться почему-то, сразу гнев, агрессия. Без разборок бросала парню. Весь абсурд в том, что сама в 20 лет встречалась с парнем год и изменила ему, ужасно признавать, но мне это нравилось, был адреналин, эмоции, страх. Страх, что словят, и радость, что не поймана. Я понимаю, что это ужасно, и одновременно мне это доставляло удовольствие. Теперь я не могу позволить, чтобы это же удовольствие получал мой мужчина. Извините, это ужасно звучит, но как есть. Мысль в том, что он делает, что он это делает за моей спиной, да ещё если он получает от этого сильное удовольствие, как и я раньше получал, меня приводит в гнев. Параллельно я испытываю к этому мужчине сильное возбуждение. Заметываю, что самый ярый ревник, обычно текст изменяет сам. Могу ошибаться, скажите, пожалуйста, почему мне нравилось изменять, почему такая агрессия и страх измена. Ну, во-первых, хочется сказать, что вы большая молодец. Вы провели достаточно серьёзную работу сами, то есть самостоятельно вы достаточно серьёзную работу провели. Вот, вы сами дошли до определённых выводов, вот. И это, несомненно, очень здорово, то, что вы это смогли сделать сами. Например, признать, что вам измена доставляла удовольствие, это, знаете, очень многого стоит. Как минимум, это говорит о том, что вы умеете проводить самоанализ и вы умеете замечать в общем и целом какие-то вещи. Вещи, которые, на мой взгляд, довольно важны, если мы, ну, как бы, вот, хотим, да, скорректировать как-то вот ваше, там, допустим, состояние, да, если мы хотим как-то помочь вам, если вы хотите, если вы хотите, например, измениться, вот, если вы хотите перестать, например, ревноваться и так далее, то, вот, это очень хороший, так сказать, фундамент. Вы большая молодец, вы большую провели работу. Смотрите, глобально, то, что происходит с вами относительно того, что вы, вот, ну, боитесь, как бы, вы боитесь измены, да, это своего рода такая, получается, проекция, вот, сейчас эта проекция своего рода получается здесь, проекция, которая заключается в том, что вы, как бы, переносите на человека свои собственные желания, вот, и, боясь измены, вы, на самом деле, боитесь своих собственных желаний, вы боитесь своих собственных, значит, ну, каких-то вот, скажем, скажем так, поведенческих паттернов, вот, которые вы сами считаете деструктивными, вот, то есть вы считаете, вы считаете, вот, паттерн, связанный с изменой деструктивным, вы, как бы, ну, этого следите, и, и, ну, соответственно, следяя с этого, вы запрещаете, как бы, ну, вы этого боитесь, и вы, как бы, прозреваете в этом человеке, вот, то есть эта мысль приходит вам в голову, значит, и, соответственно, вы приписываете эту мысль, ну, вот, в данном случае, ну, другому мужчине, другому мужчине, вот. Ответ на вопрос, значит, ну, почему вы ревнуете, и откуда такая агрессия, да, лежит, как мне кажется, в истории вашей измены. То есть нужно здесь, ну, довольно четко, на мой взгляд, понимать, что измена, это травма не только для того, кому изменили, но это травма и для того, кто изменил. Вот, это есть травма, и это есть травма довольно серьезная. То, что вы, будучи в отношениях, пошли на измену, и то, что вы в отношениях, вот, пережили такой опыт, то, что драйв, радость, вот, все то, что вы, по сути, рассказали, это говорит об определенном вашем личностном конфликте, вот. И, как мне видится, это говорит о страхе близких отношений. То есть вы боитесь сближаться, вы боитесь сближаться. Ну, вот, вы опасаетесь сближения, вы боитесь близких отношений. Вот, считая себя недостойной, вы пытаетесь доказать свою ценность. В том числе, вот, через такую модель поведения. То есть измена в данном случае, это своего рода протест. Это своего рода протест, это своего рода бунт против, вот, ну, против отношений, вот, против человека, вот. Поэтому вот то, что сподвигло вас пойти на измену в 20 лет, является ответом на вопрос, почему у вас так происходит. Само собой, что происходит, это не просто так. Само собой, что происходит, это в силу вашей, значит, ну, низкой самооценки, в силу обесценивания себя, вот, в силу непринятия себя, очень, на мой взгляд, мощно, вот, мощное непринятие себя идет. Вот, и, соответственно, отсюда возбуждение к мужчине, который вам изменяет, да, потому что как бы, ну, вот, только в сравнении с, в сравнении с, грубо говоря, другим человеком, вот, только в сравнении с кем-то, вы можете, ну, вот, что называется, почувствовать свою ценность. Вот, только так, только в сравнении с другим человеком, только на фоне другого человека, вот, только через, через доказательство. И поэтому, ищя доказательство измены, вы ищете сравнивание, через сравнивание пытаясь самотвердить. Вот это такое вот глубинное непринятие себя. Часто это, ну, в общем-то, связывают с такой вот, ну, с таким ощущением отверстия, что это связывают с холодным родителем, в частности, с холодным отцом. Вот, и тем, что, вот, отец холоден, я себя, ну, как-то вот в этой ситуации не принимаю. Я не принимаю себя из-за того, что мой отец был холодным, ну, холодным. Вот, соответственно, его холодность я воспринимаю как то, что, ну, вот, что со мной что-то не так. Его холодность я воспринимаю как то, что какая-то я неправильная. И вот, значит, соответственно, там, грубо говоря, измены, да, я пытаюсь, ну, вот, как-то своего рода привлечь к себе, ну, привлечь внимание вообще, получается. Вот, при этом, как бы, у вас есть большое чувство стыда, вот, чувство стыда базовое, то есть оно вам руководит, судя по всему, вот. И дело здесь не в том, что этого чувства вообще не должно быть, а дело в том, что это чувство, оно вами, ну, оно вами как бы руководит. То есть оно вас, оно вас, что называется, определяет, вот. И, конечно, в этом смысле это довольно большая проблема. Вот, в этом смысле это довольно большая проблема, потому что в самом, в самом стыде ничего плохого нет, чувство стыда сама. Само по себе оно нормально, в нем нет чего-то такого негативного, вот. Но вами оно руководит, вот. Что лежит в основе? В основе лежит страх одиночества. В основе лежит страх одиночества. Вот, ощущение, что по итогу меня бросат, вот, по итогу я останусь одна, по итогу я никому не нужна, вот, по итогу меня никто не любит и так далее, вот. Повторюсь, мотивация, которая у вас, вот, ну, скажем так, была к измене, вот, то есть почему вы встречались с парнем год, а потом решили ему изменить, вот. Ну, поможет вам более, более полно, скажем так, на эту ситуацию посмотреть, вот, именно раскрыть, вот, тот конфликт, который у вас, ну, который у вас, грубо говоря, есть, вот, который у вас имеется, вот. Сейчас в этот момент пропустили, да, сейчас в этот момент упустили, а он, он этот момент является, является базовым, является ключевым, вот. Что еще интересно, да, еще интересно то, что вы спрашиваете только лишь почему, ну, почему так, но не формируете запрос по поводу перемен, вот, то есть как бы, ну, запрос на изменения, ну, ваши, на свои собственные изменения, у вас как будто бы не стоит, вот. Ну, такого, такого запроса, да, у вас как будто бы не стоит, такого запроса, такого запроса у вас не стоит. Вот, это на самом деле довольно грустно, потому что, ну, такое чувство есть, что вы как-будто особо меняться не хотите. Вот, да, как бы, то есть, ну, либо вы не хотите меняться, либо вы не считаете, что можно, ну, что можно поменять, то есть вы как-то вот в себе в этом смысле не уверены, да, к примеру, вот, либо вас интересует такой вот, ну, довольно-таки, получается, ну, своего рода праздный интерес, то есть это праздное любопытство. На мой взгляд, не так важно, не так важно, почему, важнее, что вы, что вы прямо сейчас с этим хотите, можете, готовы делать. Вот, вот, и готовы ли вы меняться, потому что ревности работают. У ревности достаточно высокий порог сопротивления, то есть достаточно высокая степень сопротивления. Вот, вот, вы защищаете себя, вот, вы будете, ну, вы будете защищать свою, свою позицию, вы будете защищать свою точку зрения. Вот. Почему вы будете ее защищать? Ответ на этот вопрос довольно прост. Вы будете ее защищать только потому, что, как мне кажется, вы считаете себя хуже мужчин. Вы боретесь с мужчинами. Вот. Вы боретесь с мужчинами и получение мужчиной удовольствия, как вы, да, то есть такого же удовольствия, как вы, как вы, это прямой удар по вашей самооценке, по вашему самолюбию. Сильное удовольствие этой смены, это тоже, это бунт против мужчин. То есть я сделала вот что-то, да, что может, например, сделать мужчина, что могут делать только они, но вот я это сделала. Я это сделала, я молодец. Например. Вот. То есть это вот примерно такая ваша, судя по, судя по описанию, примерно такая ваша позиция. Плюс-минус получать. Получается. Вот. И как бы вот такой момент, то есть это, ну понятно, что это все гипотезы, понятно, что это нужно проверять все, понятно, что, может быть, я ошибаюсь, понятно. Понятно, что, может быть, это все не так, вот, но, тем не менее, пока мысли, мысли вот, пока мысли вот такие, примерно, вот. И, соответственно, что, соответственно, это запрос на психотерапию, это запрос на работу индивидуальную, это запрос на консультацию, по большому счету, вот. Если вы хотите, ну вот, если вы хотите что-то изменить реально, вот, это запрос, это запрос на психотерапию, вот. Поэтому, что вам здесь нужно сделать, да, вам нужно выбрать себе психолога, да, вам нужно выбрать, выбрать себе специалиста, которому вы сможете доверять, и начинать работать, начинать работать, значит, со специалистом регулярно. Вот. Занимаясь личностным ростом, меняя отношение к себе, потому что сейчас себя вы воспринимаете, ну, как такую больше материальную, физическую ценность. Меняя отношение к мужчине, потому что его вы воспринимаете тоже как приз, не умея выстраивать, а личностные отношения, то есть, где у людей в паре в первую очередь стоит личностная компонента. Вот. А вы же выстраиваете отношения сейчас больше, ну, основываясь на гендерах, то есть, вот, мужчина, мой мужчина, вот эта вот история про принадлежность и так далее. То есть, всё это выдаёт, это всё выдаёт то, как вы относитесь к себе самой, вот. Это всё выдаёт именно то, как вы воспринимаете себя, вот. Вот. И, к сожалению, это выдаёт то, что себя вы воспринимаете, ну, мягко говоря, не самым лучшим образом. То есть, к себе вы относитесь, мягко говоря, не самым лучшим образом. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Вот. То есть, это обесценивание, да, это сведение своей ценности к некой вот такой вот, ну, какой-то материальной, скажем так, величине. Вот. И так далее. То есть, это всё вот на самом деле на вас влияет. И всё это, получается, проецируется, переносится на, ну, на другого человека, то есть, на мужчину. Вот. Всё, что вы думаете про, всё, всё, что вы думаете про мужчину, всё, что вы делаете в, ну, как бы, вот, ну, в отношении, да, всё, что вы делаете в отношении мужчины, всё это, грубо говоря, вы всё это делаете, ну, как бы, с собой. То есть, вот, всё это вы делаете с собой, к сожалению, ну, к сожалению большому. Вот. То есть, если бы это было, ну, только про человека, да, если бы это было только про вашего партнёра, то это, ну, было бы, условно говоря, полбеды. Вот. А это всё именно про вас. Ещё. Ещё. К тому же. И вот это самое скверное в этой ситуации. Это самое скверное для вас. Вот. Поэтому необходимо работать, менять в какой-то степени отношение к себе, менять в какой-то степени восприятие себя, да, личностно расти, вот. Потому что, ну, сейчас вы вот в этом плане ведёте себя довольно по-детски, то есть, ну, достаточно, скажем так, незрело, вот. Как бы наказывая себя, то есть вы себя наказываете, это ещё один очень важный момент, что мыслями об измене, вот, ну, человека, то есть мыслями о том, что мужчина вам может изменить, вы себя наказываете. А вот, наказываете вы себя именно за якобы неподобающее своё собственное поведение. То есть, якобы вы, вот, сделали поступок плохой, вот, и теперь вы, значит, расплачиваетесь за этот поступок, вы теперь расплачиваетесь, вот, тем, что мужчина вам может изменить, расплачиваетесь тем, что мужчина может получить, ну, получить, грубо говоря, такое же удовольствие, как вы, да, и, в общем-то, всё, вот. Ну, можно задать себе вопрос, в данном случае, вот, если мужчина такое удовольствие получит, то есть, если вот вы, ну, грубо говоря, значит, ну, почувствуете, увидите, вы знаете, что мужчина получил удовольствие от измены, вот, такое, как вы, хотя это невозможно, ну, потому что все люди, все люди испытывают, как бы, в этом смысле, ну, разную степень удовольствия, и такое удовольствие, как вы получили, мужчина не испытает, потому что у него нет такого опыта, как у вас. То есть, да, он может, он может получить удовольствие, это правда, это правда, это верно, но он не испытает такого удовольствия, как вы, вот, ну, просто не сможет, не сможет просто этого сделать, потому что все люди разные, и разные удовольствия. Тут момент в том, что вы, скорее, себе запрещаете вот это удовольствие ещё раз получить. А удовольствие это вы можете получить только изменив, пока что. Вот пока что, только через измену вы можете получить это удовольствие. Вы это знаете, вы себя за это ругаете, вы себя за это ненавидите, вот, вы себя за это презираете, но другого способа у вас это сделать нет. Судя по, опять же, тому, что мы можем видеть, да, судя по тому, что мы можем заметить, вы другого способа получить это удовольствие вас нет. И вот вы говорите о том, что, ну, мужчины, значит, из отношений с вами выходят, потому что, ну, вот, вы там что-то находите, да, там, к примеру. А, на мой взгляд, вы бросаете мужчин, потому что, вы знаете, что с ним удовольствие не получится. Вот такой, ну, по крайней мере, у меня взгляд на это вот, на то, что вы описываете. Понимаете, да? Ну, а чисто, вот, чисто на поведенческом уровне, вот, чисто, если смотреть, чисто, как-то, вот, с точки зрения, ну, поведенческой. То вы обращаете в первую очередь свое внимание, да, вы обращаете свое внимание в первую очередь чисто на, ну, на мужественность какую-то, на гендерную модель. Ну, поведение. Человек. Что, на мой взгляд, является, ну, вот, как раз таки проблемой. В этом смысле. А почему? Почему эта проблема? Потому что это очень, очень сильно обедняет отношения. Это очень сильно обедняет отношения, и это очень сильно мешает построению здоровых отношений. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится. За обратную связь по моему ответу, буду благодарен. Это позволит вам начать над собой работу. Всего доброго. Всего доброго.